Квартирный вопрос сегодня, как, впрочем, и во все времена, стоит довольно остро. Решают его разными способами. Двое иркутян, например, мечтают делать дома на воде. Пока до масштабного строительства дела не дошло, но сами предприниматели уже пробуют все плюсы и минусы инновационного проекта прямо на себе. В гостях в необычном доме, похожем на остров, побывал Евгений Шоев. Маленький остров в тени большого корабля. Странная постройка на заливе в Иркутском микрорайоне Солнечном давно привлекает внимание местных жителей. Переделанное под жилье теплица служит кровом для двух предпринимателей. Мужчины обитают здесь круглый год и лелеют одну общую мечту – воплотить в жизнь инновационный проект по строительству плавающих домов. Правда, пока дальше установки мангала и подключения электричества дело так и не пошло. В нормальный быт. Как любой человек, который живет на яхте. Зимой холодно? Когда пушку, например, газовую не включишь, тогда может быть и холодно. Но так нормально. А где удобство? Ну, удобство где? Ну, а вот на воде. Небогато удобствами и жилье предпринимателей. От поликарбоната помещение больше похоже на фотопроявочную. Из предметов островного быта – пара стульев, стол да диван. Совсем недавно провели антенну. По телевизору только местные каналы. Взялись за дело предприниматели еще три года назад. До этого же несколько лет разрабатывали свой футуристический проект. Сначала в планах было создание плавающего пляжа. Затем ориентиры кардинально изменились. И предприниматели замахнулись на решение извечного жилищного вопроса. Вот этот плот, а точнее несколько плотов, связанных воедино, общей площадью, ну, где-то 15-20 квадратных метров – это все, что удалось построить за три года. У наших робинзонов по-настоящему наполеоновские планы. Уже в этом году они хотят построить первый дом на воде. Как говорят, в мире такого нигде не было. Ну, а долгосрочная перспектива так вообще поражает воображение. Они хотят построить стадион на воде. Первый в мире. Насколько осуществимы эти планы, пока не ясно. Но все же предприниматели рьяно верят в успех своего дела. Ну, а пока продолжается поиск денег на реализацию инновационного проекта, нашим робинзонам только и остается надеяться и смотреть на единственную фотографию их мечты – плавающего дома в акватории Иркутского водохранилища. Евгений Шойф, Италий Перетолчин. Новости по будням.